Очень неприятно, когда нас считали, и Одессу считали, что это город исключительно под влиянием Российской Федерации. Я не знаю, почему это произошло, почему так восприняли, но поэтому я старался, 8 лет я работаю мэром, я старался, встречаясь с городами по Брадиме, в Марселе, в Генуе, со всеми мэрами городов, с кем я встречался, рассказать им больше о нашей истории и рассказать итальянцам, что, послушайте, Одессу-то строили итальянцы, великие архитекторы итальянские, французы, голландцы, Одесса-европейский город, греки открыли Одессу. В 1909 году бельгийцы, создав акционерное общество, электрическое общество Одессы, планировали здесь установить более тысячи фонарей, электрических фонарей. Первый водопровод в Одессе построили бельгийцы, его так и называют Бельгий. Первое трамвайное депо в Одессе было бельгийское. Итальянцы, как я уже сказал, строили, мы сегодня находимся в здании с вами, которые строили итальянский архитектор, путемкинская лестница, Воронцовский дворец. И большинство памятников и архитектуры – это творение рук европейцев. Поэтому я рад, что сегодня высокие гости посещают Одессу. И мы сегодня вспомнили ту историю, которую Одесса заслуживает. И, конечно, сегодня Одесса является своеобразным форпостом свободной независимой Украины. Южным форпостом, южной столицей.